Всем добрый день, уважаемые подписчики сообщества Sky Teach ВКонтакте. Рада представиться. Меня зовут Екатерина Осой. Я преподаватель английского языка в онлайн-школе Skyeng и наставник для преподавателей в этой же школе, где в общей сложности я провела уже более 4000 уроков и более 200 консультаций для преподавателей. Кроме того, я являюсь обладателем сертификатов Teaching Knowledge от всех трёх модулей и также имею подзадачу экзамена IELTS, где я получила Band 8. На консультациях преподавателям я помогаю отвечать на разные вопросы, связанные с методикой, взаимодействием со студентами, но также существуют более специфичные, так скажем, запросы и сегодня тема нашего стрима будет немного специфичной. Мы поговорим о чтении книг на иностранном языке. Дело в том, что многие студенты хотят читать на английском языке, хотят читать в оригинале, либо адаптированную литературу. Здесь уже в зависимости от их уровня. И зачастую преподаватели задаются вопросом, как же нам помочь и как же научить студента читать в оригинале. К сожалению, или, возможно, к счастью, не дам какой-то чёткой схемы, как научить читать. Но подскажу, дам советы, причём эти советы будут основаны на моём собственном опыте. Расскажу о том, как адаптировать студентов и как помочь им приблизиться к их, так скажем, мечте читать на английском языке в оригинале. Сегодня, как я уже сказала, я поделюсь с вами советами, которые я пробовала сама. Знаю, что они точно работают, так как проверила всё на собственной шкуре, так скажем. И начну с, так скажем, неудачного опыта. Когда я только начала работать с Каенг, это было практически три года назад, и я работала... Я начала работать со взрослыми, с которыми до этого не работала ни разу. Конечно, я была таким неоперившимся цыплёнком, знаете, и для меня было в новинку, как отвечать на вопросы студентов, как им помогать именно, знаете, в психологическом плане, с точки зрения методики, как всё объяснять. И, соответственно, когда один из учеников задал вопрос о том, что он хочет читать на английском языке, это меня немножечко... Не скажу, что поставило в тупик, но давайте расскажу о ситуации, как это было. Мой студент на уроке, студент уровня Pre-Intermediate, причём это был не то чтобы один из наших первых уроков, но мы с ним занимались примерно 2-3 недели, то есть я уже примерно понимала уровень студента, да не то чтобы примерно, но уже было понятно, что он может, что умеет. И студент говорит, Екатерина, знаете, я решил начать читать книгу на английском языке. Я говорю, здорово, что за книга, что будет читать? Он говорит, буду читать Агату Кристи. Он уже купил книгу в оригинале, приготовился читать. Я говорю, здорово, желаю удачи. И через 2 недели, обратите внимание на этот момент, через 2 недели я задаю студенту вопрос, ну что, как чтение проходит? И ученик меня расстроил своим ответом. Он сказал, вы знаете, Екатерина, я чтение бросил, это оказалось слишком сложным, слишком затратным по времени, да и вообще детективы я читать не люблю. Конечно же, меня это немножечко расстроило, потому что я думала, что студент посмотрит, как это читать на английском, применит знания на практике, так скажем. Но на самом деле я очень рада, что такая ситуация произошла именно в начале моего пути, потому что она подтолкнула меня рассмотреть эту ситуацию более глубоко и понять, как же можно помочь студентам работать с чтением книг в оригинале. Путем проб и ошибок я пробовала разные техники, разные советы и выявила схему, которая на самом деле работает. Сегодня я вам с ней поделюсь. Начнем с того, что очень важен этап предработы, то есть тот самый, так скажем, pre-reading, подготовка к чтению на английском языке. Что я в данном случае подразумеваю? Дело в том, что очень важно помочь ученику именно с выбором книги. Первонаперво предлагаю вам обсудить интересы студента, то есть что ему интересно читать. Любит ли он детективы или sci-fi, non-fiction, романы, какие-то сказки, возможно, все что угодно. Главное сначала обсудите со студентом его интересы. Если вы обратите внимание на мою историю, ученик затем сказал, что детективы он вообще не любит. Почему он решил читать Агату Кристи, я точно сказать не могу, у меня есть лишь предположение. Знаете, есть такие, так скажем, стереотипы, когда ученик просит преподавателя что-то посоветовать, посмотреть на английском или почитать. Обычно преподаватели советуют посмотреть Фореста Гампа, либо, если это сериал, то посмотреть Друзей, и если почитать, то либо Агата Кристи или Конан Дуэль. Вот, такие, так скажем, стереотипные вещи кому-то, да, конечно, кому-то заходят, но для людей, кто, например, не любит детективы или не любит ситкомы, конечно же, что друзья, что Агата Кристи покажутся не совсем удачным вариантом и это только их отвернет от просмотра или от чтения на английском языке. Таким образом, первонаперво уточните у студента его интересы. После того, как вы уточнили, что же хочется читать ученику на английском, что он обычно читает на своем родном языке, нужно обязательно уточнить цель. Цель студента тоже очень важна, потому что в зависимости от того, для чего ученик читает, у вас могут меняться, так скажем, форматы работы. Обычно студенты выбирают чтение либо just for fun, да, то есть они говорят, знаете, я вот люблю читать на родном языке и решил, почему бы нет, я что, зря учу английский, хочу почитать на английском языке тоже. Это вот just for fun, просто развлечься, окунуться в книгу, так скажем, прочувствовать стиль написания книг на английском языке каких-либо авторов. И второй момент, вторая цель, которую могут преследовать студенты, это именно повышение своего уровня английского, повышение словарного запаса, умение выделять какие-то структуры в речь, то есть видеть именно, как устроен язык на самом деле и как на нем пишут. То есть обычно цели такие, либо just for fun, либо же это цель для улучшения языка. В зависимости от разных целей мы будем работать с книгами по-разному. Об этом расскажу чуть позже, но сразу помните, держите у себя в голове, что цель очень важна. После того, как вы задали вопрос студенту, для чего он хочет читать на английском, следует подумать над уровнем студента и над уровнем книги, что я в данном случае подразумеваю. Как я вам уже сказала из своего примера, мой студент был pre-intermediate, он взял Агатту Кристи, ему показалось это сложно. Но с Агатой Кристи здесь еще ладно, она как бы кому-то может не зайти именно из-за стиля и прочее. Приведу более четкий пример, возможно, более банальный пример, но тем не менее. Одна из моих студенток, мы с ней, было это в конце июня, закончили уровень beginner, и она готовилась к отпуску, собиралась уехать на две недели с семьей отдыхать, и не спрашивая меня, зашла в магазин, купила книжку на английском языке. И затем она мне рассказывает, Екатерина, какой логикой я пользовалась? Я пришла в магазин, подошла к отделу с книгами на английском языке, нашла, где лежат книги для детей, и взяла первую попавшуюся, которая показалась интересной. Первой попавшейся оказалась Пеппи Длин и Чулок, причем это была либо какая-то такая адаптация, но тем не менее не уровень beginner, либо вообще оригинал. И, в общем, ученица мне говорит, знаете, я начала ее читать в поезде, пока ехала, два абзаца прочитала, бросила. Я говорю, скиньте мне, пожалуйста, фотографии первой странички, и когда она мне присылает фотографии первой страницы, я вижу, что там пассивный залог, past perfect, то есть, казалось бы, конечно, книга для детей, но не для уровня beginner ни в коем случае. И, соответственно, ученица, начав читать книгу не своего уровня, бросила ее через два параграфа, и ее это сразу отвратило. Мы, конечно, с ней нашли выход, мы с ней разобрали, обсудили моменты, выяснили, что она хочет читать, для чего, выбрали книгу, и вот Пеппи Длин и Чулок отложили на время, пока она не дорастет до этого уровня. В общем, как видите, уровень очень важен, но еще важнее уметь понять, сможет ли ученик читать эту книгу, или нет. То есть в моем случае с Beginner'ом и Past Perfect'ом в книге все было понятно, соответственно, она будет сложной, но как же определить, есть ли у вас, например, ученик уровня Pre-Intermediate или Intermediate, или даже Up-Intermediate, и вы выбираете какую-то книгу, как понять, подойдет ли она вашему студенту по уровню или нет. Я предлагаю действовать по следующей схеме. Вы выбираете книгу, соответственно, по интересам, пока что про цель забудем, то сейчас пока поговорим только об уровне, чтобы вы четко понимали. Следовать нужно интересам, что будете читать, ну, например, ту же самую Агату Кристи, да, опять-таки, вернемся к нашему примеру. Предлагаю вам на официальных сайтах, например, на том же самом Litres или где-то еще найти варианты книги. Обычно есть демо-версии, где вам показывают несколько страниц. Предлагаю вам взять первую или, например, пятую или семнадцатую страницы, отправить студентке или студенту, и можно даже сделать на уроке, и попросить вашего ученика подчеркнуть все незнакомые слова. То есть, вот он смотрит на слово и видит, ага, это слово мне незнакомое, я вообще его первый раз в жизни вижу и не понимаю, о чем говорится в предложении. Если вы видите, что ученик подчеркнул на этой страничке более десяти слов, скорее всего, чтение будет непродуктивным, потому что ученик будет постоянно обращать внимание на эти слова, он будет не понимать очень много, и, конечно же, это никакого удовольствия не принесет, и никакой пользы тоже не будет, потому что слов новых будет очень много. Если вы видите, что новых слов примерно пять-семь, то это здорово, это как раз-таки тот самый челленджовый случай, запомним его, поговорим чуть позже, когда соединим уровень и цели. И если вы видите, что ученик подчеркнул всего пару-тройку слов, которые он не понимает, то прям это замечательный вариант для тех, кто хочет почитать just for fun. И вот как раз-таки определив по количеству слов на странице, вы можете примерно понять, соответствует ли эта книга уровню вашего студента. Конечно же, это такое среднее значение, на одной странице может быть два новых слова, на другой семь. На одной странице может быть все понятно, а на другой пять новых слов. Это такие примерные цифры, поэтому предлагаю вам показывать ученику две страницы, например, пятую и семнадцатую, грубо говоря. Конечно же, ниоткуда из конца, чтобы ничего ни в коем случае не заспойлерить, а где-то из начала. И теперь вернемся к цели. Она очень хорошо здесь коррелируется с уровнем студента. Если ваш студент говорит, что я хочу читать просто для развлечения, то я не предлагаю, точнее, не советую вам предлагать ученику читать книги, где вот на каждой странице у него там семь-восемь новых слов, потому что, тем не менее, он будет как-то отвлекаться, заходить в словарик, проверять их. Это может его раздражать. То есть, чем меньше новых слов на странице в данном случае, тем лучше. Just for fun. Если ученик говорит, что он хочет развивать уровень языка и он хочет наращивать вокабуляр, знакомиться с какими-то интересными структурами в тексте, то здесь, если у ученика будет одно-два новых слова, то, скорее всего, ему будет довольно легко и он не получит желаемого. В данном случае ваша задача подобрать как раз-таки такую книгу, где количество слов будет челленджовым. То есть, там 5, 7, 8, но опять-таки не более 10, потому что, если более 10, то это может затянуть ученика надолго и он просто потеряет затем желание, мотивацию и просто весь интерес у него отпадет. В общем, количество слов, новых слов на странице тоже должно быть таким адекватным, так скажем. Вот, соединили мы с вами уровень и цель, да, то есть, отталкивайтесь от того, подходит ли книга по уровню и для чего ученик читает. То есть, чем легче книга для студента, тем она более подходит для категории Just for Fun. Чем больше ученик хочет развиваться и расти, тем сложнее может быть материал в книге. Но опять-таки сложность должна быть тоже объективной, адекватной. Следующий момент при выборе книги, опять-таки, которую нужно учитывать, это количество страниц. Почему это важно? Давайте приведу пример. Решим, что, предположим, что ваш студент решил читать книгу для того, чтобы расширять свой словарный запас. Вы выбрали какую-то книгу, в которой, ну, 300-400 страниц, предположим. И давайте постараемся смоделировать процесс, как ученик будет читать. Предположим, что в день он будет читать по одной странице, выписывать все новые слова, прорабатывать их, смотреть словосочетания, пытаться включать их в речь. Таким образом, если мы учтем, что ученик читает минимум одну страницу с полной детальной проработкой, то на всю книгу мы понадобится минимум 300 дней, если он читает каждый день. Если ваш студент или студентка читает раз в неделю, например, то представьте, 300 страниц в книге. Насколько эта книга, чтение этой книги затянется? Это может быть просто бесконечный процесс. Тут у самого замотивированного студента может просто мотивация пропасть, и упасть ниже плинтуса. Поэтому, если ученик хочет именно развиваться, хочет улучшать свой уровень языка, и особенно, если это его первый опыт чтения на иностранном языке, в оригинале, либо адаптированная книга, неважно, предлагаю вам выбирать какие-то короткие рассказы, то есть там 10-15 страниц. Для первого ознакомления это прям супер, потому что ученик, первое, достигает цели, то есть он читает на английском языке, второе, он видит, что будет результат в каком-то ближайшем будущем, то есть не через год, а через неделю, через месяц, даже с учетом чтения одной странички в два дня, например. Или там, ну окей, даже месяц, месяц-два потратим на рассказ, если с учетом полной проработки мы имеем в виду, то все равно два месяца, это не год, а не два, результат будет. И также количество страниц очень важно для начинашек, то есть если вы ученику высокого уровня подсунете какую-то книгу, где опять-таки 200-300 страниц, даже just for fun, без проработки какой-то, все равно чтение для студентов, причем первый раз на иностранном языке, это стресс. И если ученик будет, видишь, у него такая вот толстенькая книжечка на английском, читается сложно, да, слов незнакомых мало, но тем не менее нужно вникать во все это, нужно прорабатывать в голове, тоже может мотивация пропасть. Поэтому предлагаем начинать с небольших рассказов и уже после этого отталкиваться и идти дальше. Кстати, говоря про рассказы, как я уже говорила, я сотрудничаю со школой Skyeng и мы работаем с материалами, которые находятся на платформе Vimbox и там, на этой платформе есть книги для разных уровней, причем эти книги подобраны в соответствии с уровнем, как я уже сказала, к ним есть озвучка, к ним есть задания, для вот этого первого пробного опыта для ваших студентов самое то. Поэтому, если вы еще не сотрудничаете с нашей школой, то самое время попробовать. Ниже в комментариях вы найдете ссылочку, где можно более подробно почитать о том, как начать сотрудничество со Skyeng. Также, такой небольшой спойлер, так скажем, в скором времени планируется набор преподавателей для дела Premium. Если вам интересно, почитайте. Как я уже сказала, на платформе очень много интересных плюшек, материалов, как раз-таки особенно для первичного знакомства с книгами супер, вам может подойти. Ну что, вернемся к обсуждению книг. Выбрали книгу, окей, здорово, выбрали уровень, тему, разобрали, для чего мы будем читать, как мы будем читать. Под тем, как мы будем читать, я подразумеваю, можете договориться со студентом, чтобы ему было более комфортно, и чтобы он понимал, что вы вовлечены в процесс, определить сроки, например, там одна страничка, две странички в неделю, или если это все-таки большая книга, то там одна глава в неделю, например, как угодно, в зависимости от времени, от желания студента, от его упорства и прочее, прочее. И еще один очень важный момент, к которому мы переходим, это поддержка студента. Если мы вернемся к моей истории, где я рассказывала про студента, и я попросила вас сделать акцент, точнее запомнить мою фразу, я спросила ученика лишь через две недели, как там у вас с чтением, все ли в порядке, и ученик сказал, что он бросил через три дня. Поддержки он от меня никакой не получил. Да, я его похвалила в самом начале, здорово, так держать, вперед, за чтением книг, за знаниями, но через три дня он потерял интерес, я его не поддержала, не поинтересовалась, не помогла, и, конечно же, это тоже сыграло свою значимую роль. поэтому, если ваш студент говорит вам о том, что он хочет читать на английском языке, старайтесь его поддержать не только в методическом плане в выборе книги, в выполнении заданий каких-то, но и психологически поддерживая его на протяжении чтения. Не забывайте уточнять у ученика как книга, есть ли у вас вопросы, могу ли я чем-то помочь, расскажите, что вам понравилось, чтобы ученик видел, что он не просто для себя еще читает, но и видит от вас поддержку, видит от вас искреннюю заинтересованность, и это, честно скажу, проверено, это мотивирует. Приведу пример тоже своего студента, который любит читать детективы, он сам решил читать Агату Кристи, мы с ним все это обсудили, я сама, честно скажу, Агату Кристи не читала, как-то тоже у меня нет какой-то тяги вот именно к ее стилю написания и к такого рода детективам, но вообще это не вопрос, потому что студенту, тем не менее, во время прочтения книги задавала вопросы, как идет сюжет, что вам нравится, а как вы считаете, кто убийца в книге, кто же там самый главный злодей, студент со мной делился активно впечатлениями, как-то один раз помню, у нас с ним проходят уроки по средам раз в неделю, и затем где-то через 3-4 дня после нашего урока, то есть это была суббота-восоксение, однажды мне приходит сообщение у студента, я был прав, это он, то есть видите, студенты знают, что мы заинтересованы, они делятся результатами, они читают еще не просто для себя, но для того, чтобы обсудить, не знаю, хорошо это или плохо, но поддержка очень важна, даже если суперзамотивированный студент видит, что есть человек, который его поддерживает, который ему помогает, который направляет и готов обсуждать, это всегда добавляет мотивации, поэтому обсуждайте со студентами книги, даже если вы их не читали, задавайте базовые, стандартные вопросы, что вам понравилось, что не понравилось, что бы вы поменяли, а если бы вы были автором, какой бы вы сюжет нахозе сделали, какие интересные фразы вы находили в книге, так, например, мой студент из Агаты Кристи находил очень много разных интересных идиом, интересных пословиц, поговорок, он мне прям их тоже отправлял, мы с ним их обсуждали, разговаривали, поэтому он чувствовал эту психологическую поддержку, и сколько на данный момент, по-моему, он прочитал уже три произведения и не собирается останавливаться на достигнутом. Поэтому, как я уже сказала, поддержка это просто it's a must. Вот, собственно, такие моменты, на которые следует обращать внимание. Давайте подведем итог, так как, к сожалению, время нашего стрима подходит к концу, что важно при начале чтения в английском языке для ваших студентов. Это выбор книги, где вам нужно учитывать уровень студента, интерес студента, цель чтения и количество страниц в книге, особенно для тех, кто только-только начинает знакомиться с книгами на английском языке. То есть, сейчас студент, с которым мы начинали, который вот бросил Агату Кристи, он читает уже какие-то сложные произведения, которые соотносятся с его работой, то есть, это не просто какой-то там тот же самый sci-fi, это non-fiction, business literature, и он чувствует себя комфортно. Вот, первые, даже если первый шаг был сделан не очень, ничего вам не мешает его исправить. В общем, это важно уточнять уровень, интересы, количество страниц в книге, цели. Следующий момент, который несомненно, прошу прощения, важен, это помощь вашему студенту психологическая. Ну и плюс, если ваш студент хочет работать над книгой, хочет совершенствовать язык, если опять-таки у вас есть такое желание, можете добавлять задания в ходе урока, как-то связывать, например, грамматические моменты или какую-то лексику с книгой. Например, такое простое задание, предположим, что вы разбираете, не знаю, там, со студентом уровня по intermediate conditionals, попросите ученика после выполнения упражнений, да, когда уже вы уходите на free practice, а, кстати говоря, давайте поговорим о вашей книге, расскажите, пожалуйста, о ней, используя там какие-то структуры, да, например, то есть что угодно, такого рода задания, которые можно можно придумать, где вы соедините вашу грамматику по теме урока и книгу, почему бы нет, получится двойная польза. Кстати говоря, сегодня мы с вами обсудили моменты, которые касаются чтения книги индивидуально студентами, если вам интересно узнать о книжных клубах, как их можно организовывать, на что обращать внимание, то пишите в комментариях, обязательно что-нибудь придумаю, если тема покажется интересной. Ну а на этом все, не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комментарии, если у вас есть вопросы по теме, по тому, как выбрать книгу, где ее можно выбрать, как помочь студенту с определением уровня, точнее, как определить, подойдет ли книга по уровню или нет, не стесняйтесь, пишите, рада в комментариях все обсудить, рада пообщаться, всегда открыто к общению, поэтому жду ваших комментариев, жду ваших лайков, очень важно на самом деле знать, что тема вам заходит, и тема полезна и интересна, ну и надеюсь, что в ближайшем будущем встретимся, всем отличного настроения, замечательных уроков, не забывайте читать книги в оригинале или адаптированную литературу, кому как, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok